Мне рассказали, как вы очутились в Хакасии. На сегодняшний день в Хакасии свободно 10% резервного коечного фонда, рассказал руководитель Министерства здравоохранения Республики. При этом половина от этого фонда предназначена для лечения пациентов с другими заболеваниями, онкология, сердечно-сосудистые патологии и другие сложные случаи, не терпящие отлагательств. Сокращение количества коек в пользу COVID-19 может обрушить систему оказания стационарной медпомощи, уверен Виктор Шевченко. Что касаемо лабораторных исследований, то учреждения региона работают на пределе мощностей. Минздрав вместе с Роспотребнадзором способен проводить около 600 исследований в день, а этого недостаточно для текущей ситуации, поэтому Хакасия вынуждена обращаться за помощью к соседним регионам. В сентябре были заказаны новые лаборатории, но поставщик подвел. Виной тому общий рост числа заболевших по всей стране, поэтому новое оборудование придет в Хакасию не раньше декабря. Кроме того, министерство предлагает вариант покупки лабораторных исследований в частных клиниках на тех же условиях, на которых работают в госучреждениях. В 2018-м республика потратила на эти цели 153 миллионов рублей, а в этом году уже 253 миллиона. При этом существует федеральный норматив, то есть фонд медицинского страхования может заплатить за это исследование около 840 рублей. Поэтому если частная клиника готова работать на таких условиях, то она оказывает эту услугу. Мониторинг цен на ПЦР-исследование – тот же мазок, о котором все говорят. Сегодня стоит от 1400 до 1800 рублей. Так что для бюджета это даже экономия. Прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко.